У памятников и обелисков сегодня было многолюдно. По доброй традиции перед началом всех торжеств, благодарные за победу Великой Отечественной войне, потомки несут цветы и скорбят от тех, кого с нами уже нет. Те, кто мог бы радоваться достижениям страны, гордиться современными белорусами, а главное – мирным небом. Главным местом памяти и скорби стала Площадь Победы. Руководство города, военнослужащие и простые граждане несли красные гвоздики к легендарному танку «Бахарова», который в июне 44-го первым ворвался в город. А теперь стоит как обелиск, который не дает забыть нам о героических страницах великой истории. Кульминацией митинга памяти стало прохождение торжественным маршем военнослужащих Бабрюйского гарнизона. Четкий строевой шаг и слаженные действия солдат, прапорщиков и офицеров. Дань памяти воинам прошлого. Город военной славы, город военной доблести. И действительно, в преддверии 23 февраля можно смело сказать, что это праздник каждой белорусской семьи, каждой бобруйской семьи. Хочется пожелать всем бобруйчанам в преддверии этого дня здоровья, благополучия, успехов, а нашему городу процветания и развития вперед. Истории Дня защитников Отечества больше века. Отчет начинается с 1918 года, когда была создана Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Праздник стал по-настоящему всенародным. Его отмечают не только в Белоруссии, но и в других странах Содружества Независимых Государств. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.